Подрэншник крок по кроку, позиум аеден, лекция шестнадцата. Чей добрый шестки! Всех приветствую у себя на канале. Поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы не подписаны, подпишитесь. И напомню, что под каждым видео есть кнопка спонсировать. Выбирайте для себя один из для вас удобных вариантов, а мы переходим к уроку. Цома обыч, то бенди, что должно быть, то будет. Сегодня у нас две новые темы. Наречие и будущее время. Зачнем мы, как завши, от новых слов. Начнем, как всегда, с новых слов. Чэншч, часть. Есть слово чэщч, где просто в серединке буковка э, и это слово значит привет, все мы уже знаем. И есть слово чэншч, часть. Пора року, время года. Месяц, месяц. Погода, погода. Прогноза, прогноз. Пшисловие, пословица. Зачыночче, нерувноще, кончичче. Начинаться не равно заканчиваться. Меч надея, надеяться. Если я надеюсь, мы говорим мам надея. Ты надеешься, маш надея. Если в этом уроке у вас будут встречаться новые слова, пожалуйста, ставьте видео на паузу, выписывайте с переводом. Чэншч, а? Парасоль. Спрашиваю, где-то буковка у нас. Парасоль, ночь и пши погоджи. Дело в том, что у меня здесь еще от зума экран, поэтому мне не все буковки видны, я сдвигаю. Парасоль, ночь и пши погоджи. Зонтик носи и погоду. Итак, прочтем диалог и переведем. Чэшч, привет. Маме молчит, в ответ тишина. Чэшч, чего слухаш? Привет, что ты слушаешь? Видим, что маме в наушниках что-то слушает. Анжела не может до нее докричаться словом «привет». Пршепрашам, бррр, але жимно. Извини, ну и холодно. Жима, то есть жимно. Пытаю вам, які музыки слухаш так интенсивно. Зима, поэтому зимно. Я спрашиваю, какую музыку ты так интенсивно слушаешь? Ах, то Антоніо Вівальді, знаешь? Називайся 4 пори року. Ах, это Антоніо Вівальді, знаешь? Називайся 4 пори года. Очівище же знам. Моя улюбённа чэншччо то лато. Ма такі вакаційны клімат. Танешно же я знаю. Моя любимая часть – это лето. У нее такой вакаційны клімат, такой климат отпуска, канікул. Я люблю ящень. Шкода же злота польская ящень юж ще скончила. Я люблю осень. И мне жаль, что золотая польская осень, то есть бабье лето, уже закончилось. Шкода, але до весны недалеко. Ешче два міщонце і бэнче жилоно. Жаль, но до весны недалеко. Ещё два місяца і буде зелено всё. Итак, здесь мы видим выделенные слова. Название пор года. Давайте прочтём в двух вариантах просто название и так же ответим на вопрос когда. Кеды. Весна – весном. Лато – латем. Ещень – ещенем. Жима – жимом. И у нас новая тема. Шисловек – наречия. Есть разные типы наречий. Мы сегодня разберём наречия, которые производные от прилагательного. Прилагательные, напомню, отвечают на вопросы «какой», «какая», «какое», «яки», «яка», «яки». А прилагательные отвечают на вопросы «як», «как». Например, зелена на улице, тепло на улице, хорошо мне было вчера, прекрасно ты сделал домашнее задание, то есть «как». Итак, прочтём. Есть у нас прилагательные. Жимный, жимна, жимная в трёх родах. Мужской, женский, средний род. Холодный, холодная, холодное. Как жимно, как холодно. Интенсивный, интенсивно, интенсивное. Интенсивный, интенсивная, интенсивное. Как интенсивнее. Видим, что в среднем роде прилагательные имеет просто окончание «э» – интенсивное, а наречие имеет мягкое окончание. Интенсивнее. Як интенсивно. Недалекий, недалеко, недалеке. И як недалеко, недалеко. То есть недалёкий, недалёкая, недалёкое. И как недалеко. Остановка находится недалеко. Как недалеко. Желёный, желёно, желёное. Як желёно. Ладны, ладно, ладно. Як ладне. Опять же видим, ладне – твёрдо. Это прилагательное. Какое, красивое. Как красиво. Ладне. Бжитки, бжитка, бжитки. Як бжитко, некрасиво. Конкретны, як конкретне. Конкретный, например, человек договорился сделал. Як конкретне, конкретно скажи мне, что надо сделать. Добрый, добра, добре, як добже. Очень часто происходит путаница с этими словами. Добрый, какой, прилагательное. Добрый человек. Добрый, хороший человек. Добра, не знаю, там погода, хорошая погода. Добре децко, хороший, добрый ребёнок. Як добже. Например, як ща чуеш – добже. Как ты себя чувствуешь – добже. Хорошо. Более подробно почитать можно будет в презентации. Когда у нас окончание «э», а когда «о» бывают у наречий, которые образованы от прилагательных. Здесь расписаны варианты, когда заканчивается на «о», здесь, когда наречие имеет окончание «э». Но нет такого чёткого правила, потому что у некоторых наречий бывают и «о», и «э» окончания. Подробные можете почитать в презентации, которые сейчас доступны только для спонсоров. Мы с вами идём дальше. Прочтём ещё один диалог. Чы ма мы план на уикенд? Есть ли у нас какой-то план на выходные? То залеже от погоды. Может быть «владнее», но тоже может быть «бжитко». Мы в Польше. Это зависит от погоды. Может быть «хорошо», но также может быть и «плохо», «плохая погода». Мы находимся в Польше, ха-ха. А конкретнее? А конкретнее? А конкретнее то мужчины справдзичь прогнозы погоды. Я могу в интернете. Хавьер, ты в газете. Анжела в радио. А маме в телевизии по ведомощах. А конкретнее? Мы должны узнать прогноз погоды. Мы должны проверить прогноз погоды. Я могу в интернете. Хавьер, ты в газете. Анжела послушать по радио. Маме в телевидении. По телевидению после новостей. И увидел. Добрый помысл. Хорошая идея. Увы, ты то умеешь организовать працы, як правдивый бизнесмен. Увы, ты умеешь организовать работу, как настоящий бизнесмен. Итак, наши друзья, наша компания послушали, почитали прогноз погоды. Вот они встречаются и обсуждают. Мам добрум вядомощь. Выкэнд бэнджи фантастычны зимно. Мруз оковы дещэнчу стопне. Цельсьюша пониже зэра. Але бэнджи свечич слоньце. И Хавьер специальне для чебе бэнджи падать шнег. У меня хорошая новость. Выходные будут фантастическими. Холодно. Мороз около 10-100 градусов. И видим здесь сразу же табличку. Еден стопень. Один градус. Два-три-четыре циферки, как всегда, выпендрились. У них отдельное окончание. Два-три-чтеры стопне. И также числа, которые заканчиваются на 2-3-4, кроме 12-13-14 стопне. Все остальные цифры стопни. Око дещэнчу стопне. Около 10 градусов Цельсио. Цельс? Боже. По Цельсию ниже нуля, пониже зэра. Но будет светить солнце, и Хавьер специально для тебя будет падать снег. В Аргентине этого не имеете, правда? То есть снега у вас нет в Аргентине, правда? Мы можем поехать в Закопаны. О, серьёзно? В газете писали, что ноль солнца будет пасмурно, ноль снега, будет падать дождь, будет идти дождь, ну и утром туман, как в Лондоне. Фантастично? Фантастически? Есть шанса, что будет всё окей. Есть шанс, что будет всё окей. По радио говорили, в радио говорили, что температура идёт вверх. Будет тепло, но, к сожалению, будет дуть сильный ветер. Но и вечером может быть буря, гроза. Осенью или зимой это нетипичная погода. Ниц неразумим. В телевизии пан мувил, что бэнджи холодно, около зэра стопни, может падать град, але крутко, но и, як звыкле, бэнджи низки чешненья. Ничего не понимаю. В телевидении пан говорил, что будет прохладно, около нуля градусов. Может падать град, но недолго, коротко. Ну и, как обычно, будет низкое давление. Чешненья? В Англии нигде не слышала мтэгу слова. Давление? Я в Англии никогда не слышала этого слова. Я тэж не. Але пан май ма барометр. И цо дэна ня рано о гленда яке ест чешненья. А потэ муви же ест змэнчоны, нехце ищ до працы и ма мигрэне, бо чешненья ест за низки. Я тоже никогда не слышала. Но пан май, у пана май есть барометр, и он ежедневно утром смотрит, какое давление. А потом говорит, что он уставший, не хочет идти на работу и у него мигрей, потому что давление слишком низкое. О так, швед неразумен. Тэж так чэнсто мам. Але террас юж вем для чеку? О да, отлично понимаю. У меня тоже так часто происходит. Но сейчас я уже знаю, почему. Итак, слово «бэнджи» переводится как «будет». Что же у кого будет? Что же в газете прочитали? «В эйнджи падач дэшчь — будет идти дождь. Бэнджи похмурно — будет пасмурно. Бэнджи мгуа — будет туман.» «В эйнджи бужа. Бэнджи вяч виатр — бэнджи чепло. Будет гроза, будет дуть ветер и будет тепло» И телевидение, что маме узнала. «Бэнджи падач град. Бэнджи холодно. Бэнджи низкие чешненья.» Будет падать град, будет прохвадный, будет низкое давление. Итак, все эти слова погодные, запоминаем, все эти слова новые у нас. Кстати, про поводу дождя, где тут у нас падает дождь, очень часто в разговоре просто говорят пада. Имеется ввиду падает дождь, идет дождь, то есть сокращать не говорим на улице пада дождь, а попросту на улице пада, и мы понимаем, что значит идет дождь. Но если это снег, то скорее всего идет снег зимой. Итак, давайте соединим глаголы и погодные явления. Что у нас может падать, что может падать идти? Пада снег, пада град и пада дождь. Падают с неба, идет дождь, идет снег, идет град. Ест холодно, ест прохладно, ест мрус, ест низкие чечнения. Сейчас мороз, низкое давление, ест похмурно, ест чепло, ест мгла, ест бужа. Сейчас пасмурно, тепло, туман или же гроза, буря. Швечить, что может? Швечи, солнце, светит солнце. Ицо может вяч, вея вятор. Что может дуть? Дует ветер. Переходим к упражнению номер 7. В этом упражнении у нас будут 4 диалога, 4 текста. Мы их сейчас послушаем. Немножечко потренируем аудирование. Вы, пожалуйста, глазками следите также за текстом, который вы видите на экране. И вот картиночки каждому диалогу. Итак, слушаем. А. Утро в Маополске будет прекрасна погода. Дуже солнца без дешчу, в ночи можливые бурзы. Б. В Аршаве на термометрах температура пониже зера. Увага, гостя, гостя. Дуже солнца без дешчу, в гостях. Утро в гостях, серьезно но тепло. Рано, в мурашке, в мурашке. В Татрах силный вятр. В цеху дни будет окей итак мы послушали давайте сейчас переведем утро в Малопольске будет хорошая погода много солнца без дождя в ночи можливые бурзы ночью возможны грозы в Варшаве на термометрах температура пониже зеро в Варшаве на термометрах температура ниже нуля увага керовцы внимание водители интенсивные опады снегу будет интенсивно падать снег в целой Польске похмурно али чекло во всей Польше будет пасмурно но тепло рано можливые мглы утром возможны туманы в Татрах сильный ветер в Чонгу дня в течение дня можно выписать себе это слово в течение дня будет светить солнце но ночью холодно чечнение низкие низкое давление к сожалению низкое давление и все время спада то есть будут осадки и так немножечко вспомним поры года которые мы в самом начале урока с вами прочти прочли и ответим на вопросы что любит маме делать в каждую пору года по картиночкам вёсном она любит малёвачь слухачь музыки споцировачь весной она любит рисовать слушать музыку гулять латэм она люби робич сдъянча делать снимки плывачь плавать грачь в тениса ещеньом она люби осенью она любит готовачь ходич до кино погляндач телевизии зимом она люби зимой она любит пить хербаты пить чай ездич на нартах кататься на лыжах читач кщеншки читать книги и коротенькая часть б прочтем название месяцев рок ма дваначчи мещенцы в году 12 месяцев также прочитаем название месяцев и кеды когда стычень в стычню январь в январе повторяйте пожалуйста за мной вслух луты в лютым февраль феврале мажец в марцу март в марте квечень в квечню апрель в апреле май в маю май в мае червец в червцу июнь в июне липец в липцу июль в июле черпень в черпню август в августе в жещень в в жещню сентябрь в сентябре здесь у нас в в жещню поздерник в поздернику октябрь в октябре листопад в листопадже ноябрь в ноябре грудень в грудню декабрь в декабре стычень январь находится на стыке двух годов со стыков этих стычень и так название месяцев пожалуйста запоминайте а мы с вами давайте посмотрим какие праздники когда проходят на импрезы с эльвестровым и демы в грудню на вечеринку по поводу сильвестра то есть предновогодняя ночь мы идем в декабре хэллоуин обходище в поздернику хэллоуин мы празднуем в поздернику в октябре и в польском языке внимание праздники не всегда говорим что празднуем мы обходимы швента да разные например ну как будто вот мы обходим елочку как себе можно запомнить ассоциировать елочку обходим на новый год в праздники мы обходим елочку новогодние можно запомнить что все праздники обходим хэллоуин обходище то есть празднуется счастливого нового года мы говорим в январе календаржова зима кончища в марте календарная зима заканчивается в марте 21 марта начинается весна джечи в польсце любям червец бо зачынающие вакации дети в польше любят июнь потому что начинаются каникулы джень швинтегу валентегу ест в лютым день святого валентина в феврале пионтый месяц року то май пятый месяц года это май божий народ зене ест в грудню божий народ зене рождество в декабре домашнее задание учим все названия месяцев также просто название и кеды учим все слова которые у нас относятся к погоде что падает что дует что светит читаем слова запоминаем читаем диалог вслух если есть незнакомые слова уделяем им большее внимание также еден стопень 24 стопни все остальные цифры стопни это запоминаем читаем диалог вслух и у нас были сегодня наречия почитайте пожалуйста когда окончание о когда окончание и когда бывает двойное окончание поры года запоминаем учим читаем диалог вслух не забываем подписываться на канал ставить лайк и также напомню что есть кнопочка спонсировать